это эфир закрытия сессии 5 персональной стратегии курса персональной стратегии в которой мы с вами работаем сейчас мы ждем наших замечательных участников которые подходят сейчас для того чтобы регистрироваться сети и мы начнем мы начнем двигаться марина ты пока мне единственная здесь пока первая только пришла скажи пожалуйста как дела как успехи как вообще сегодня все проходит насколько интересно все у тебя там складывается с заданиями какие инсайты получили так давайте пока вы там собираетесь друзья мои хорошие посмотрим что тут у нас нам с вами предстоит какие изменения какие у вас сегодня задачи перед вами стоят давайте посмотрим что тут у нас есть так 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 смотрим смотрим кто у нас заходит то тут у нас есть давайте посмотрим давайте итак начнем потихонечку сегодня пятый день все отлично супер сегодня пятый день и вы посмотрели пятый день завтра будет финал что это значит завтра по сути к вечеру ваша персональная стратегия получится мало того что она получится так теперь вы начнете работать в группах вы уже в группах работаете марина если у тебя море и масса инсайтов и мыслей расскажи нам если у тебя есть возможность буду очень рад тебя услышать поэтому называй если сможешь отвечать отвечай а я пока продолжаю итак у нас с вами сегодня работа в группах вам нужно в своей группе сегодня определиться кто из вас марина привет 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 всем привет что ну да что нового смотрю ты у нас станешь постоянным спикером да 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 я постоянно телезрительна этой передачи ну что нового вы знаете новое для меня было вчера конечно открытие когда я постаралась представить себе кино про 10 лет о это 10 лет слушайте это просто мурашки по коже это настолько страшно это настолько необычно когда ты и через 10 лет но это было просто великолепно потому что мурашки по коже были от счастья что я совсем другой стране говорю совсем на другом языке вокруг меня немножко другие люди и я поняла что наверное это и будет моей стратегической целью я постараюсь двигаться в этом направлении это для меня был просто совершенно ошарашивающий менять сайт потому что мне не просто это испугало мне этого дико захотелось и это было просто вот дичайшее желание оказаться там ну классно теперь мы сегодня еще вот первым проверочным упражнением будет ваших ста желаниях было что-то подобное написано но у меня было немножко так более там консервативно последовательно но то есть это не были желания это были нет были желания но больше цели даже я так как так как рациональный человек интроверт и привыкла так все более рационально к этому подходить и не думать про желание про эмоции для меня это часть жизни всегда была как бы менее значимой и подход рациональный был более для меня приемлемым доступен и как бы комфорте поэтому когда меня заставили вот просто подумать про желание и через десять лет не рационально мне не получилось просто представить себя через десять лет поэтому я вынуждена была бы себя представить через какие-то желания и мне безумно это понравилось просто безумно ну прекрасно спасибо вам огромный марин вот поэтому хорошего вам сегодня вечера и продолжаем сайт и чтобы ловить сегодня самый сайт должен быть пока итак друзья в общем смотрите какие переживаем мы инсайты это вообще просто бомба вот сесть кинозал и посмотреть фильм про себя это вот кстати вот еще один вам кейс одно вам упражнение хорошее представьте вот вы уже немного разбираетесь в этом упражнение что если вы смотрите кино а вот вам другое упражнение представьте его нет в наших домашних заданиях его вообще нигде нет но я просто даю для продвинутый кто хочет один день постарайтесь прожить так как будто вас снимает скрытая камера вообще везде и выкладывает это в абсолютно свободный доступ как бы вы вели себя с близкими как бы вы вели себя с детьми как бы вы относились другим людям как бы вы выглядели что бы вы делали да понятно самые самые интимные подробности оператор вырежет но в целом ваши эмоции раздражительность ваше отношение все бы показало вот для тех кто хочет испытать на себе такое упражнение и вы я прям реально рекомендую сделать такой один день когда вас полностью снимает камера и вы показываете свою жизнь вообще беспрекрасно ну что погнали пятый день целеполагание пятый день посвящен абсолютно целям для того чтобы вы поработали со своими целями и по сути вот 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 уже складывается ваша персональная стратегия что самое интересное это первый курс у нас будет второй курс на втором курсе мы с вами пройдем вот эти ваши цели и уже превратим их в конкретный план то есть второй курс он будет длиться целый месяц у него будет четыре сессии и там будет вместо десяти занятий в день одно задание в день и так управление здоровьем мечтаем продолжаем мечтать увеличиваем количество мечтаний до 10 минут и еще что важно поздоровим погулять ну да действительно мы сейчас вынуждены оказаться дома но прогулки в парке мне кажется это все таки очень хорошая вещь пока на свежем воздухе пока все это допустимо давайте гулять так 100 желаний проверка 100 желаний очень важно интересно кто вот сейчас пройдет эту проверку посмотрите сколько у вас останется и самое интересное смотреть не столько на список которых остались на тот список который вышел сгруппируйте его по группам и посмотрите почему именно эти группы желаний в вашей жизни остались за бортом вопрос дальше мы идем и смотрим так итак у нас появляется следующее от мечты к цели вот очень важный слайд он нам с вами показывает о том как ценности видение сначала ценности видения потом мечты к цели потом приоритеты ресурсы потом стратегическая цель стратегия долгосрочные цели среднесрочные и краткосрочные вот супер кстати пишите вот писала два года назад 100 желаний проверю отлично всем привет кто присоединился и так ценностей представьте здесь ценности казалось бы да как их трансформировать в действие а вот мы опускаем и получаем операционные цели на один год дальше с этим мы с вами разобрались значит стратегическая цель важнейшее ваше представление формируем цели ставим стратегическую цель понимаем что каждое наше наше желание наша цель она имеет несколько пунктов таких например там по технологии смарт можно ставить или как еще угодно но я вот предлагаю вам чтобы у всех зрение в вашей цели было образ вы понимали что будет когда эта цель будет исполнена приверженность то есть вас тянуло туда вот желание было ее достичь и показатели без показателей вообще никуда ничего не работает это особенно на втором курсе когда мы будем все полностью оцифровывать итак дальше источники целей наши мечты и приоритеты ценности персональный свод анализ вашей скрытой области силы дальше области постановки целей это все что вам нужно мы выбираем несколько направлений которые позволяют нам с этими целями работать это очень важный момент потому что когда мы ставим цели не нужно ставить их вот просто вообще в целом нет нужно четко определить вот выбрать несколько областей я вам предлагаю выбрать следующие области это здоровье и все что касается внутреннего вашего состояния это финансы особенно актуально сейчас так как у нас я думаю что доллар в ближайшее время будет продолжать свою динамику вот акции российские компании будут продолжать свою динамику вот это отношения ваши внешние отношения не только с семьей но и с клиентами со всеми остальными людьми и духовные цели некая духовность которая позволит вам или развитие я бы так сформулировал духовность или развитие которая позволит вам двигаться дальше итак вот вы берете в этих четырех направлений ставите цели кто-то хочет может быть еще и вот у вас целеполагание хенкоп такая табличка получатьсяKE который у вас в скоро появится в рабочей тетради сегодня чуть позже цель на 10 лет в отношении здоровья и финансов семьи и души развити и что-то еще на пять на три года и на десять получается на двадцатый год цель двадцатого года обеспечим выполнением цели трех лет цель трех лет обеспечим выполнение пятилетней цели и пятилетняя цель обеспечим выполнять 10-летнюю цель. Поэтому, когда Марина рассказала нам сегодня, что она говорит на другом языке, цель этого года – начинать изучать именно этот язык и не зрение ваших целей. Поэтому, значит, ваша задача – сформулировать цели с сегодняшнего дня, которые вас приведут к целям 10-летней давности. 10-летний вперед, 10-летний в будущем 10 лет. Так, соответственно, персональная стратегия – это ваши ценности, ваше видение, ваши мечты и цели, приоритеты и ресурсы, это ваши позиционирования и ваш бренд, это ваш план действий и ваша мотивация. Все, что мы с вами как раз проработали. Ваша мотивация теперь определяет ваше движение вперед. Дальше. Сама стратегия – это то, как мы будем достигать поставленную цель, опираясь на свои приоритеты. Итак, какая существует взаимосвязь? Планы, приоритеты, ресурсы, возможности. Все это увязано с нами в одну главную цель, между которыми нужно вам удержать баланс. Если бы вот здесь мы говорили про второй курс, то этот баланс бы назывался персональная система сбалансированных показателей. Вот. Поэтому дальше. Итак, продолжим. Планирование тема дня. Ваша задача из ваших рабочих тетрадей – собрать все листы, в которых есть графа «Действую». В каждом дне была какая-то табличка, в которой как сейчас, как потом я хочу, что мне надо сделать или что получу. Вот эти листочки все собрать и посмотреть. И у нас появляется дерево целей. 10, 3, 5 лет. Поэтому ваша крупная, главная цель, которую вы сегодня поставите, она и сформирует наше дерево цели. Работать предлагаю в ВОРДе. Многоуровневый список ВОРД. Для продвинутых я предлагаю воспользоваться программой X-Mind. Вот. Я думаю, что она очень удобно вам поможет представить себе то же самое, что в ВОРД, но только в другом формате. Это не многоуровневый будет список ВОРД, а это будет ментальная карта. Ментальная карта с пользованием программы X-Mind. Вот. Поэтому попробуйте для себя определить, что вам удобнее, смотря в чем вы хотите работать. Что же у нас дальше? Мы движемся к времени. Время. Мы постоянно перед нами открываются новые возможности, новые угрозы. Все, что у нас появляется, все, что вы это знаете. Мы продолжаем зафиналивать с лягушками. Ваша цель к завтрашнему вечеру все лягушки уничтожить. Все долги по программе сделать. То есть ваша цель завтра зайти в пятый день в презентацию своих проектов. То, чего вы изучали в течение недели новую тему. Для того, чтобы презентовать ее от команды. Презентацию от команды мы будем проводить либо в фейсбуке, в групповых чатах. И либо здесь у нас каждый представитель от команды будет выходить со мной в прямой эфир. И мы будем это смотреть. Так. С точки зрения экстерьера. Поэтому подумайте о том, как вам экстерьер свой прокачать. Важно очень посмотреть, что там можно изменить. Сейчас по магазинам особенно ходить нельзя. Хотя я думаю, что сейчас все объявили скидки. Какие-то в магазинах с учетом своей ситуации. Поэтому будьте добры. Подумайте о том, как привести себя в порядок дома, например. И выглядит так же прекрасно. Соответственно, что у нас еще? Обязательно смотреть по сторонам. Stay open. Это самое главное состояние, которое мне нравится, которое бы я хотел вам передать. Будьте открыты потенциальным возможностям, которые дает вам мир. Это очень важно. Дальше. Следуем правилам. Правила жизни экстерьер. И ваша самостоятельная работа проверить все ваши цели на свои ценности. Таким образом у вас появляется таблица, в которой ваши цели, здесь ценности. И если вы достигли эту цель, что будет с вашей главной ценностью. Расцветет ли она полным цветом или будет придавлена с точки зрения выполнением результатов. Это самое главное. Продолжаем делать отчетность. Главная мысль дня в виде селфи-отчета в телефоне. Какая сегодня прекрасная погода. Вот селфи-отчет делаем. Пожалуйста, выкладываем ее в свой профиль как отчет. Ну и, собственно говоря, все. Теперь вопрос для команд. Задача команды. Уважаемые кураторы, к вам этот вопрос. Внутри команд нужно выбрать капитана. Нужно, чтобы все внутри рассказали друг другу о своих проектах, которых они делали. Каждый участник пишет в своей маленькой группе, какой проект новый он изучил. Внутри команда, когда познакомится со всеми проектами, новыми темами. Выбирает какой-то один, наиболее интересный, наиболее яркий. Или капитан решает, что представим все проекты, но очень кратко. Таким образом, вы завтра будете представлять в прямом эфире своих коллег, своих по команде, своих участников. И мы завтра послушаем презентации команд, а также по желанию участников, всех, кто будет готов завтра рассказать о своей персональной стратегии. Мы будем ждать завтра в прямом эфире, который начнется в 21.00. Ну что, друзья, есть ли какие-то у вас вопросы по всему тому, что вы сейчас услышали? Я жду ваши вопросы в комментариях. А пока кураторам хочу сказать задача. Первая задача для кураторов, первая номер один, чтобы в каждой команде появился капитан. После того, как капитаны появятся, нужно, чтобы все представили свои новые темы, какие они изучали. После этого вы принимаете решение, либо рассказываете какой-то одной теме более полно, или автор этой темы рассказывает, либо капитан рассказывает и презентует все темы. Потом желающий рассказать свои презентации по своим персональным стратегиям, и мы официально завершаем наш курс завтра. Ну что ж, друзья мои, до завтра. Завтра встречаемся в 21.00 в прямом эфире. Пока!